Да, в общем, мы начинаем. Больше не ждем никого. Сегодня у нас воркшоп в нормальном понимании слова воркшоп, а не лекция про дата-дривинг на полтора часа. Я думаю, мы сегодня даже в час уложимся, если постараемся. Мы не уложимся. Да. Но мечтать не вредно. Сегодня всего 80 строк разбирать надо. В общем, что у нас есть в проекте в любом разработческом? У нас есть какой-то файл с зависимостями проекта. Нам надо этот проект как-то собирать. И поскольку мы пишем веб на коже, то мы сегодня поговорим про веб-сервер и даже что-то там поговоряем в веб-кодинге. Начнем с депса. Что такое депс? Что такое вообще тул депс? Тулс – это такой пакетик клажурный. И я, насколько знаю, этих инструментов достаточно. Мы сейчас будем говорить про тулс депс. Это депенденсий коллектор. Он встроен в CLI. И еще есть тулс билд. Сейчас, секундочку. О чем бишь я? Про зависимости, да, говорим? Вот. У нас есть в клажуре EDN файлы. EDN – это формат передачи данных как JSON, только на клажурных структурах. Вот. И если мы поддержим DataTriven подход, то мы хотим все, что можно писать, писать клажурными структурами данных. Вот. И поэтому в EDN, через эту философию от создателей языка, этот тулс депс, мы описываем структуру нашего проекта. Какие у него зависимости. Вот. Какие мы хотим туда встраивать алиансы. Как отчет и откуда мы хотим качать. Как собирать класс пасс. Вот это все мы описываем там. Есть вот ссылка на документацию официальную. Она выглядит примерно вот так. Заходите, читаете. Если интересно, чем буква T отличается от буквы A в алиансах. Как какие-то функции дергать. Можно ли клажурные функции дергать из кришки, например. Как работать с реплом. И куча-куча всяких штучек. Вот таких это все есть в этом мануале. Я, конечно, не буду весь включать сюда. Тут даже примеры есть, можно это почитать. Все интересно. Если этого примера недостаточно, вы лезете в интернет, пишите. Кложа, тулс депс, экземпл. И читаете там экземпл какой-то, какой вам дадут. Собственно, установка выглядит так. Мы тут ставим не сам тулс депс. Мы ставим секважуру кришную. И в поставке идет еще дополнительно dependency manager. Вот через любой удобный пакетник ставите секважуру. Или с офсайта ставите секважуру. У них там есть вкладочка install. Вот. И обязательно arrow wrap. Это такая зависимость, которая с консольными утилитами позволяет стрелочками перемещаться внутри них, допустим. Или какие-то вставлять туда символы. Потому что обычно консольные утилиты не приспособлены под это. Да? И они там будут вам трикозябру угородить, когда вы пытаетесь стрелочками перемещаться. Или что-то еще. Вот arrow wrap эту проблему решает. Потому что вам может понадобиться что-то в репле поделать с клишном. И вот как раз почему бы и нет. И алиас кладжи, да, CLG, он недоступен вам без arrow wrap. То есть кладжура поддерживает этот алиас только если у вас есть arrow wrap. Это тоже частая ошибка и проблема. О чем я говорю, да, у нас сегодня интерактив. Я сейчас скачал терминал vimax, поэтому можем вот так сделать. Вот. Я пишу, допустим, в кладжуре, да, и он мне открывает реплу. Так, сейчас мы потушим. А теперь я пишу кладжи. И он точно так же открывает реплу, но для вот этого алиаса кладжи вам нужен arrow wrap. Чтобы вас эта ошибка не парализовала. Когда он напишет, не могу найти такую-то библиотеку. Просто поставьте, и все будет good. Меня слышно? Да. Замечательно. Едем дальше. Мы установили себе кладжи, поставки идет депс. Давайте разберем структуру файлика. Вы создаете себе в корне проекта. Вот у меня тут есть проект-сервер, в который мы залезем еще. Где внутри лежит файлик депс-иден. E-D-N. Вот. Это обычная мапка кладжурная, в которой есть ключи. Самые популярные ключи. Их достаточно. Достаточное количество. В этой семантике прям разбирайся. Я сиди не один день. Но самые частые ключи – это депс. Это сами депенденсис. Пути. Пас. Пути до ресурсов. Пути до вашей тестовой папки. Пути для ваших ресурсов с кодом, например. Ну, что вы хотите в проект путями расшарить, чтобы вы могли к этому доступ иметь. Все через пути делается здесь. И, собственно, алиасы. Что такое алиас? Алиас – это какой-то киворд клажурный внутри файлика депс, в котором описана какая-то логика. Например, сразу к алиасам перескочим без депенденсис. Вот я описываю алиас А. Представим, что он описан вот здесь, внутри алиаса. Чтобы структуру просто не растягивать, я вот здесь написал. У него есть, допустим, execution function. То есть, когда я вызываю алиас А, я буду вызывать user fn какой-то определенный. Я могу ему передать сюда jvm options. Я буду говорить, что мне, пожалуйста, для этого алиаса, для Java Virtual Machine, вот эту опцию применить. И я буду ему передавать, допустим, если пункция принимает какие-то аргументы, я могу ей еще передавать ключами аргументы. Я пишу, допустим, помимо алиаса, пишу ключ K1 такой-то аргумент, а 2 такой-то аргумент. Но я могу алиасов много иметь. И, например, в следующем алиасе я хочу тесты использовать. То есть, у меня алиас для тестов. Я пишу там кложа, а 2.b, ну алиас b вызываю. И он мне подтягивает экстра пасс, то есть к основным путям проекта добавляется дополнительный путь, который задействует тесты. Потому что, скажем, в каждодневной разработке мне не хочется тесты к себе добавлять класс пасс. Не хочу на них операций, не хочу по их зависимостям прыгать. Они мне нужны строго для тест-трайнера какого-то. Ну и main ops, допустим, если у меня там есть какая-то main function, которая хочет для этого юзкейса принимать какие-то аргументы. Это, опять же, все по вашим потребностям. Ну и, собственно, я использую алиас C, в котором я указываю какие-то extra dependencies для себя. Допустим, я хочу использовать какую-то библиотеку. И это не частый юзкейс. Я не хочу, чтобы она всегда была скачена, эта библиотека. Допустим, ну или в тех же тестах, да, я хочу extra dependencies указать. Я указываю, какие dependencies надо докачать, чтобы все хорошо работало. И все эти крышки, которые вот здесь указаны, они могут быть все в одном алиасе, например. И могут они быть расписаны по-разному алиасу. Нет ограничений никаких. Это полноценная кулажурная структура. Лезете на off-site, изучаете семантику, гуглите, смотрите, как вам нравится больше и юзайте. Вот алиасы очень удобные. Это прям повышает кастомизируемость проекта в разы значительно. Вот. И сами dependencies как выглядят. Они вот тут по этому ключику лежат. Тоже хешмапа. Сначала идет single dependency. И потом идет, если мы качаем нас с мавина, или у нас есть, допустим, ресурсы. Сейчас покажу, какие. Вот, допустим, мы хотим какую-то библиотеку поставить. Чаще всего она есть вот здесь. Это в сайте кожи, да, с исходниками. Вот. Мы ищем здесь какую-то библиотеку, допустим, ринг, которую мы сегодня будем рассматривать. Вот она здесь нашлась, да. И вы ее указываете в зависимости от вашей системы сборки. Есть, конечно, еще разные системы. Есть boot, есть лянинген, граду есть. Можно мавином просто собирать зависимости. Но мы рассматриваем только депс. Во-первых, потому что мне нравится депс. А во-вторых, потому что это такой комьюнити стандарт. Очень много людей на депсе работают. И почему бы вам его не знать. И вот вы взяли себе зависимость, просто скопировали ее, и точно так же сюда вставили. Это если мы говорим о мавин-зависимости какой-то. Если у вас есть локальный джарник, джавовый, например, и вы хотите из него какие-то классы использовать, или у вас джарник лажуры есть, вы говорите ему, вот, local root, пожалуйста, в папочке, такой-то лежит джарник, и вы называете его для себя вот так, чтобы его потом использовать. Я не знаю, должен ли это с артефактом помника совпадать, но, опять же, если вы хотите в этом углубиться, как-то узнать, пожалуйста, загуглите сами, да, с депсом все это дело, и узнайте. Вот, или, допустим, мы хотим библиотеку с гита стянуть. Она просто на гите лежит, лажурная библиотека, ни на мавине, ни где-то еще на гите. Мы ему указываем тег гитовый и шашку. По-моему, можно только шашку указывать. Например, я когда писал свои там маленькие библиотеки, педпроектные, я просто их там соединял друг с другом через шашки, и оно работало вполне корректно. Так что это все не сырое, это уже прям production-ready, и какая-то технология интересная. А у нас кто-то заходит и выходит постоянно, это нормально? Видимо, проблемы со связью у человека. Такой вопрос по поводу педс. Они у нас рекурсивно подключаются в депс.идм? Что, где? Ну, вот там кейворд педс, там сурс ресурс, он как работает? Ну, то есть он смотрит... Пэс, пасс. Пути. Ну, да, пэс. А, ну, да-да-да. Он типа рекурсивный, это все? Да, да, ты указываешь ему родительскую директорию, все дочерние включаются в него. Так, а там нужен свой депс.идм? Нет, депс.идм для твоего проекта один. Если у тебя несколько клажурных проектов внутри, допустим, ты через саб-модули их подключаешь, то у них у каждого свой будет депс.идм. По твоим потребностям. Тебе никто не мешает 10 клажурных проектов держать в одной папке и для них один депс иметь, например. А, и тогда, если у меня другой проект с другим депс.идм, то я его подключаю просто в депс, ну, как ниже. Ну, тебе это чаще всего не надо. Если у тебя отдельный проект, у него, конечно, будет свой депс.идм, и он откуда-то будет у тебя отдельно подключаться. Если он не отдельный, то ты можешь все это одним депсом написать. Через алиасы, например, тоже гибко. Ты ему указываешь экстра пасс, экстра депс и рассказываешь ему, что я там иметь в каком случае. Понял. Олег, а как они складываются? Если я два алиас указал, что будет с экстра пассами, что будет с депсами, и главное, что будет с функциями? Хороший вопрос, я никогда этого не делал. Можете попробовать, если вам интересно. Но я почти уверен, что экстра пасс и экстра депс складываются. Конкатенацией. И у вас докачается больше зависимости, больше путей расшарится. Если у вас будут какие-то фундаментальные противоречия, значит, у вас проблема в дизайне вашего депса, который вы сами допустили. И вам надо ее решить самостоятельно. Попробуйте, запустите все и попробуйте. О, вот даже с ноской есть тут, оказывается, я писал. Вот как мы, как малясы вызываем. Да, пишите инку ажура, и там алиасы, алиасы, алиасы. Не используйте, пожалуйста, алиасы, которые противоречат друг другу одновременно. Вот, с tooldaps мы разобрались. Едем дальше. Очень-очень похоже на tooldaps, только tools build. Да, что это такое? Это точно так же, как здесь у нас был заголовок, что это такое? Это часть пакета тулинга, которая описывает уже не структуру, проекта, а его build. Да, мы можем build-ить проект. Мы компилируем классы, мы говорим, куда их засунуть, мы хотим какие-то ресурсы собрать, мы собираем ресурсы. Мы хотим какой-то JavaScript-код с собой унести вместе в UberJar, мы уносим его. Мы можем не только UberJar строить, можем просто джарники строить. Хотите там разбить свой проект на 10 маленьких джарников с каким-то своим контентом, который будет делать что-то одно конкретное, и у каждого из них, допустим, своя main-функция есть, например, соберите 10 джарников. То есть build полностью вам подвластен. Давайте сначала я покажу альтернативу, а потом покажу сложный путь через build. Я знаю точно одну альтернативу. Вот такую. То есть автор Никитонский написал в библиотеку UberJar простенькую, и она вот очень простая и очень надежная получилась, потому что я ее несколько лет просто использовал, не задумываясь о том, как build и положенный проект. Я об этом ничего не знал. Я указывал в его библиотеке просто какой-то main в входную точку и говорил, куда мне таргет положить. Я вообще ничего не знал, как там что складывается, какие зависимости, как оптимизируется. У меня это не луна луна. Вот. А сегодня мы разберемся еще дополнительно, как build в кишках выглядит, например. Вот это альтернатива, если вы не хотите разбираться. Скачивайте библиотеку, следуйте инструкции, указывайте main функцию, и у вас получается готовый UberJar. Вот тут больше пунктов нету про ToothBuild, только ссылочка на GitHub, если вы хотите более углубленно почитать. Вот. И мы сейчас пойдем в сурсы читать, как build для нашего веб-сервера устроен. Сегодня я написал веб-сервер простенький на Adjet, и мы его соберем в UberJar. Вот. И посмотрим, как build работает. Пойдемте. Пойдемте смотреть build. Собственно, что с собой представляет build? Это обычный кложа-файл, да? Это, я еще раз говорю, это углубленный, сложный путь билда. Если вы хотите простой build, скачайте какую-то библиотеку. Скорее всего, у нее там есть набор алиасов, которыми можно сбилдить это все. Или какой-то сторонний инструмент. Насколько я помню, Ленинген умеет сам билдить. Есть какие-то еще есть кложиные либы, у которых там, они настолько большие, монструозные, что у них там тоже свои варианты билда есть. Вот. Но мы рассматриваем, опять же, маленький путь шажками. Вот. Это обычный кложа-файл, который называется build, у которого есть require, который мы, это tools build, API используем, да, называем LB. Мы называем наш артефакт, это workshop 5 сервер, мы указываем его версию. Давайте по приколу просто в репл зайдем. Мы не сможем сбилдить из репла, потому что там процессы перекликаются, и это плохо будет. Но мы можем зато появались значения, посмотреть, что будет. А нет, я вас обманул. Но мы не можем, потому что билд лежит в корне проекта серверного, и до него не достает репл. Извините. Тогда не посмотрим сегодня версию. В общем, версия тут хитро собирается из количества коммитов, кажется, или чего-то еще с гитом связанного. Вот. Дальше у нас есть классовая либо. Насколько я понимаю, у клажуры есть возможность у самого языка билдить просто классы, то есть клажурные файлы перегонять в классы. И поэтому у нас есть папочка для классов, которая потом уедет в нашу биржар. Дальше мы указываем, что мы базируемся на депс идоне, который в корне лежит, и указываем, куда нам собрать надо у биржар. Будет лежать в папочке target с такой-то версией, с таким-то названием. Точнее, название здесь, версия здесь указывается. Дальше у нас есть функция, которая чистит таргет, и есть функция, которая собирает нам биржар. Сейчас, секундочку. Так, на чем мы остановились? Давайте по биржару пройдемся, из чего он состоит. Или у вас вопрос есть? Мы остановились на том, что мы собираем клажур с помощью клажура. Да. И конфигурируем его с помощью клажура. Да. Код — это данные, данные — это код. В общем, начинается все с простенькой функции. Это пример, если что, с официальной странички. То есть вы заходите на GitHub, где лежит эта библиотека, вот эта ссылочка, и там этот пример разобран. Я его чуть-чуть переформатировал под нас. Но в целом, вы его вставили, и у вас получилось уже. У вас билдер уже все готовы. Поэтому попрактикуйтесь, если вам интересно, поищите. Надо было разбирать сейчас маленький пример, чтобы понять вообще, что происходит, вот, и как это собирается. Функция clean простая, она очищает нам таргет, чтобы там ничего не лежало, чтобы наша следующая сборка никак не закешировалась, ничего с ней не произошло, мы ее заново собрали. Вот. Дальше мы копируем наши пути, которые здесь указаны, src.dears, да, откуда нам взять вообще ресурсы всякие и прочее, вот, в нашу классовую директорию. Дальше мы компилируем кожу. У нас есть здесь, вот, вот папочка воркшопов, в ней папочка сервер, это наш тестовый сервачок, внутри которого свой daps hidden, да, расписан, и у него есть main класс, да. Для клажурного файла не надо писать, что это какой-то класс, но если мы его билдим, наша точка входа обязана быть классом. Вот, поэтому мы указываем ему директиву здесь general class. Собственно, так билдеры поймут, что надо отсюда начинать и собирать все зависимости, собирать классы, компилировать, и вот здесь мы компилируем наш main файл, подтягиваем все, что от него зависит, все это попадает, ну плюс все файлы, которые лежат в этих сурсах. Вот, и дальше мы просто билдим UberJar, создаем архив этих файлов, называем его .jar, и он лежит у нас в таргете. Давайте, я боюсь, конечно, это делать сейчас в прямом эфире, но нам должно собраться, насколько я знаю. Заходим в сервер, потом вызываем клажуры, минус t, если вам интересно, чем m, a, t и x отличаются, вот, которые здесь указываются, почитайте off-doc, пожалуйста. и дальше мы говорим, что мы хотим билд сделать. Это какие-то мои jav options, и все. Ура, победа. Теперь у нас в папочке target лежит UberJar, V5-сервер, jar, а если я его запущу, что будет, у меня вроде сервера точно стартануть, но если оно умрет, я не виноват, потому что я это не тестировал. Java, jar, да, потом target, V5, вот он, что-то джетти, даже инфу какую-то в его на блоге, то localhost 3000, по-моему, там порт. Окей, видите, нам даже вернулось что-то. Сейчас мы посмотрим в network. Вот так вот. Что-то даже отработало. Там стоит простой хендлер маршрута, который возвращает намки и 200 статусов. Так, и потушим сервачок. Все классно, у нас есть билд, мы примерно понимаем, как его сделать, а если не понимаем, то мы можем его просто скопировать с GitHub, и оно роботает. Как будто бы для счастья уже больше ничего не надо. Так, сервак пока рано смотрит нам. С билдом мы разобрались. Если у вас есть какие-то потребности, вы гуглите и потребности удовлетворяете. Базу вы уже знаете. Ребята? Все понятно? Да. Плюс-минус. Ну, чтобы полностью понятно было, надо это все ручками сделать. Вот эти все файлы, которые здесь есть, они в любом случае будут там же, где и воркшопы лежат, в репозитории, поэтому вы всегда можете все склонить и погонять ручками, чтобы не пришлось самому собирать билд. Вот. И оно точно работать будет. Вы можете в приправке какие-то вместе посмотреть. Про чем поговорить раньше? Давайте поговорим про ринг. Что такое ринг? Это очень каноничная имплементация HTTP на кложе. Каноничная она потому, что она появилась очень давно, примерно когда кложе только вышло, пришел очень классный мужчина, который до сих пор классные вещи пишет на кложе и такой, я хочу имплементировать HTTP протокол, но не так, чтобы он был как во всех остальных языках, я не хочу делать абстракции, я хочу дата-дривен полноценный. И сделал дата-дривен HTTP реализацию. Что это значит? Это значит, что нам HTTP реквесты прилетают в форме хешмап с ключами, и мы можем отдавать им хешмапы с ключами. Если мы хотим написать какой-то врагбер, он будет работать хешмапами, векторами, строками, но не будет работать ни с какими классами, он не хочет от нас никаких интерфейсов, абстракций, мы работаем с данными. Вот поэтому она экономичная и очень классная реализация. Помимо прочего, он сделал еще очень классный референс на то, как надо писать библиотеки на коже. Я, конечно, немного осуждаю его за то, что он разбил библиотеку на кучу маленьких зависимостей, и поэтому, чтобы вам ринг собрать, вам придется поставить 4 зависимости себе и с каждой ей морочиться, но это тоже хороший подход о том, как разделять функционал надо. Собственно, плюсы. Функционал разбит по маленьким либам, у него просто волшебный набор хелперов и враперов. Если вы хотите себе обернуть сервер, чтобы каждый запрос у вас приходил в формате каком-то определенном, чтобы у него какие-то ключи докидывались, скорее всего, для этого уже есть в рапер, написанный в вот этой библиотеке ринг. Скорее всего, у него есть куча хелперов на ответы. Вы хотите ответить 404, 201, вы хотите 500, вы хотите, чтобы ошибка как-то красиво форматировалась, вы хотите, чтобы какие-то были контент-хедеры, почти все это есть, вам только надо документацию почитать. Конечно, первые пару лет я с безумным удовольствием писал все это сам, но потом я открыл для себя, что в ринге это есть, и перестал и там все еще отличная поддержка коэрс. Коэрс это что? Это преобразование форматов. Если вы пишете себе в хедере ответа, что вы возвращаете JSON, и вы указали в директивах ринга, что вы умеете JSON переводить с помощью какой-то специальной библиотеки, то вам не надо ничего руками переводить, за вас это будет делать ринг. И точно так же в кложей. Вы можете принимать JSON, а он вам будет красиво возвращать уже кложунную структуру, с которой вы будете работать. Но опять же, в раппере, который направлен на преобразование данных. Очень удобно, почитайте, пожалуйста, документацию. Вот тут ссылочка есть. Если у вас есть вопрос, почитайте документацию, не спрашивайте меня, и попробуйте написать сами. Все по рингу понятно. Касательно зависимости, про которую я говорю, если мы посмотрим в депс, вот видите, то есть я не указываю один ринг, мне придется указать сам ринг, его ядро, его зависимости для GT-сервера и сам сервлет, который надо с GT-сервером таскать вместе. Вот это мне очень не нравится в нем, но это тоже вариант хорошего подхода к зависимости. По идее, Jetty может быть на что-то другое заменен, что есть в Java? Думаю, да. Я знаю точно, что многие используют серваки, которые им нравятся. Jetty — это просто пример дешевого сервачка маленького, который чаще всего покрывает все ваши потребности подпроектные. Можно ли ринг подружить с другим сервером? Думаю, можно, потому что он имплементирует протокол, а не как-то очень грубо завязан на сервере. Опять же, надо читать документацию и читать о том, как подружить его с чем-то еще. Ну, судя по названию, скорее всего, можно написать что-то похожее на третью либу для нужного сервера. Скорее всего, не нужно написать, скорее всего, это все есть. Почитайте документацию. Если у вас есть какой-то клажурный сервер, который вы хотите гонять, или джавовый, почитайте, пожалуйста. И там, скорее всего, все есть. Ну, собственно, почему мы выбрали? Потому что он простенький. Там сервачок делается в две строки. Да. Да, я просто пью чай. Сейчас, секунду. Какой-то есть вопросы? У меня дополнение есть. У Ринга на гитхабе поднята своя вики. Кажется, довольно большая. Первая версия Ринга ушла в 10-м году, 13 лет назад уже. Какой кошмар. У Ринга отличная документация. Не могу найти сейчас сходу, где она. А, ну вот она, Викинг и Гитхабе, наверное. Вот они, апидоки. Вот все, что вам интересно. Адаптеры, ну, в данном случае, Jetty, Core с протоколами, хендлеры, middleware, обертки, так называемые, да? Utils. Есть еще куча смежных лип, которые с Ринган как-то связаны, тоже можно почитать. Дальше я хотел попрограммировать пойти, потому что дальше мы будем тестировать наши роуты. Давайте разберемся, как сервер построить на коже простенький. Вот у меня папочка сервер, в ней есть depths-иден-билдер и папка с сурсами, переходим в папку с сурсами, и там лежит main файл. Это что у нас? Это general class, у него в зависимости только есть ринг, адаптер, в данном случае, да? Jetty. Вот, у нас есть функция handler, которая принимает любой запрос на любой маршрут, который есть. У нас нету здесь еще маршрутизатора. Я хотел его с вами поговнокодить в прямом эфире прямо сейчас. Вот. И мы возвращаем на любой вопрос 200, окей. Да, собственно, давайте рассмотрим сам сервер. Это функция runJetty. у нее есть два аргумента входных. Это какой-то handler, и это мапа с опциями, например. Одни из опций это порт и join. Входить в поток или нет. То есть Jetty умеет блокировать поток, и если вы запустите, у вас там репл встанет, например, и у вас не будет возможности ничего сделать с этим. Мы говорим, что мы не хотим блокироваться, не хотим вливаться сюда. Мы создаем объект Jetty. Jetty это сжавовый сервер, поэтому он нам возвращает объект в себя. Мы его говорим dev once, то есть нам, пожалуйста, его сделай один раз. Нельзя его переобъявлять, нельзя его перетереть. Да, dev once. Единожды. Вот. Потому что мы не хотим ловить ошибки, что порт занят или что-то еще, и потом у нас есть объект сервера, мы говорим он старт в мейне. То есть мы запускаем нашу либо через journey какой-то, он придет в мейн сюда и запустится. Кстати, надо бы по-хорошему здесь сделать вот такой, не дай бог, если аргумент проскочит какой-то, неуполничает. Вот. И у нас есть функция старт здесь. Так, connection есть. У нас ожил еще буфер. Давайте стартанем сервер. Хорошо, стартанули. Нажму восстановить. Можем. В репле даже есть какое-то инфо о том, что что-то запустилось. Шикарно. Так, пойдем. Мы сейчас в репле его запустили. Localhost 3000. Все, стартанули, окей, говорит. Вот. Из чего состоит вот эта строчка? Здесь мы не говорим, чтобы он взял просто функцию handler, потому что он запечет значения, а сервер у нас уже работает. Если мы попытаемся что-то поменять здесь, ничего не получится. Поэтому мы указываем ему ссылку на эту функцию. И когда у ссылки поменяется значение, оно поменяется и здесь, реактивно. Я так думаю, что так должно произойти. Я на это очень надеюсь. Если мы поменяем вот здесь строчку, заявляем буфер, и пойдем обновим страничку, то у нас на горячую появляется ответ. Шикарно. Давайте посмотрим, с чего реквест состоит. Я его раскомментирую. Сделаю с def r реквест. Согласен, заявали о буфер. Еще разок обновляем. Давайте посмотрим, из чего реквест состоит. мне не очень нравится, как окна расположились. Секундочку. Вот так лучше. Что такое реквест? Это хешмапа, клажурная. У нее есть ключи. SSL у нас нету. Удаленный адрес localhost. Хедеры какие у нас есть. Тоже не очень интересно читать все хедеры. Сервер порт 3000. Дальше какие-то ключи за контент отвечающие, за энкодинг. И body у нас есть. Body в реквесте приходит в форме бинарного потока. И если вы его вовремя не раз ленивили, не превратили его во что-то другое, то у вас будет здесь бинарный поток. И вы ничего с этим не сделаете. А живет он не очень долго. Поэтому давайте мы сделаем здесь request update. Поскольку это клажура, мы можем здесь update делаем. Мы уже умеем с ASOC работать. ASOC это когда мы говорим в хешмапе, что мы ее ключ поменяем. Допустим, у нас была A10, мы говорим, что A теперь 20. И валим, получаем A20. A10 пропадает. Но update действует по-другому. Update применяет к значению ключа функцию update A и допустим increment. И получается уже A11. По такому же принципу мы будем работать с реквестом. Мы говорим, что нам по ключу body пожалуйста сделать slurp. Slurp это функция клажурная универсальная, которая умеет и ходить в интернет, и читать файлы, и бинари распаковывать в себя. Допустим, у нас здесь лежит depth hidden, я не знаю съест ли его slurp, я очень надеюсь, чтобы посмотреть, что будет. Вот, видите, мы файлик в себя всосали, он нам строчку вернул. Мы можем точно так же сходить в google.com, я почти уверен в этом. Он нам вернет контент, который нам вернет google. до вот doctype, видите, там пошел, html длинная пошла очень. Вот. И, собственно, мы бинари по такому же принципу можем вернуть, я так просто бинари здесь не сгенерю, чтобы посмотреть, что будет, но вот в запросе мы посмотрим. Все, завали буфер, сохранили, обновляем страничку, вот, перед вашими глазами справа запрос, и обновленный запрос, бадди уже пустой. То есть, если бы мы передавали какое-то бадди определенное внутри нашего реквеста, оно бы здесь появилось. Окей? Окей. Вопросы? Не совсем понятно, что делает Slurp. Он просто все потоки считывает себя от Java и выплевывает в строку. Slurp это функция для чтения из IO. У нее есть много реализации для разных входных значений. Она умеет распознавать у тебя ссылки в интернет, например, наш ТТПС. Умеет распознавать пути на диске относительные, абсолютные. Если ты ей стринг передашь, она попробует сначала сделать одно, потом другое. Если ей дать Java-овый стрим, она попробует его прочитать. Если ей дать сокет, она, возможно, его тоже попробует прочитать. То есть, она предлят для очень широкого круга сущностей. с одним и тем же названием. Отлично. А как работает штука с LERP в DEV R? То есть, мы апдейтим реквест? К нам приходит реквест. Внутри него по ключу боди лежит бинарный стрим. Давайте читать строчку. Что тут написано? Тут написано апдейт. Обнови, пожалуйста, реквест. Как обновить реквест? Возьми в нем боди и примени к нему функцию слюрп и положи значение результата слюрпа обратно в боди. Просто я думал, что должна быть еще одна форма внутри него. Ладно. Такого в продакшене не встретишь. Обычно в продакшене уже вокруг сервера, вокруг его основной мейн-функции, которая хендлит запросы, есть очень много оберток. И одна из оберток, скорее всего, боди считывает. И не надо это руками делать. Скорее всего, там даже ряд middle-wari, которые там одна ключи прокидывает какие-то дополнительные, другая парсит. Входные данные проверяют их новолитность, третья там слюрпит. Ну, слюрпит вначале сам, да, или что-то еще такое делают. И поэтому вы это не убедите сами. Но надо об этом знать. Если вы решили сделать сервачок сами ручками, то там в боди это стрим. Надо иметь в виду это. Иногда ты, наоборот, не хочешь, чтобы она за тебя слюрпила, тебе придется с ней бороться, чтобы она в конкретном твоем интерпоинте не слюрпила, а ты мог сам аккуратно вычислить поток частями. Там, если у тебя огромный файл пролетает, то ты кусочками хочешь пожевать. Ну, будешь отключать слюрп на этом интерпоинте. Понял. Серьезно. Ну, те самые так работают. В ринге ты можешь написать, что этот интерпоинт принимает именно поток, а не данные из боди. Дальше с этим потоком можешь какую-то оптимизацию делать. Я не очень понял, почему нам Юрай возвращает повикон. Как нам отсюда уровень-то вытащить? Реферер? Как-то, мне кажется, он по-другому нам должен уровень. Возможно, у тебя два запроса приходит. А я вам ловит последний. Он ловит какой-то. Если ты посмотришь, что у тебя нам два у тебя в Тулзах в гугловых два запроса. Один на боди, второй на фавикон. Давайте будем Юрай печатать в консоль. Вроде так. Чтобы узнать, действительно ли нам два запроса приходят или нет. Да, точно. Приходит сначала тест, потом фавикон. Я предлагаю нам свой роутент написать. Что скажете? Пару обработчиков для двух разных пассов? Да. Что бы нет. Можно самый дебильный написать. Да, как бы нам поступить? Нам придется сервер потушить и репл потушить сейчас временно. Потому что у нас уже запечены значения внутри все. это у нас будет не хендлер, а роутер. Можно через распашку перемного репл у меня такой вопрос. Я попробовал это сделать. Почему у меня когда я вычисляю форму dfr update request etc оно говорит, что реквест не найден в этом контексте. Очень сложно это на слух воспринять. Ты можешь конфу залить вопрос, потом ответим на него с контекстом. Пока что это звучит просто как набор слов. Как роутер-то выглядит? Помогайте мне писать в вайф-коде? Я вообще не знаю, что писать. Так. Ну, это определенная функция, которая находит роутер. она принимает реквест. Нам из него нужно только URI достать. И она возвращает функцию какую-то определенную. Можем ли мы через кейс сделать? Да. У нас же строка, она не упадет. Вроде можем. какие у нас есть роутер. И я хочу вернуть здесь функцию, которая мне будет отвечать тест. тест. Так. Кондент хедер мне не очень интересно. Тест. И допустим, я хочу вернуть здесь еще для рута. Будет ли рут определяться? Так. Это рут. рутер. Оно похоже на что-то валидное. И мы находим здесь рут. У тебя кажется, дефолта нет. Согласен. Кейсу нужен дефолт. 404, наверное. Доллар сколько доллар будет интересным? Такой вопрос. А у нас есть какой-нибудь редюсер в выражении, чтобы нас, если человек зашел на слэш слэш тест, он пробросился на слэш тест. Или это... У нас здесь ничего нет. Вот он пишется сейчас роутер. А то ты предлагаешь какой-то кейс обработать. Обработай его. Проверь строку URI на предмет того, что там дублируется и отвертруй его. Я очень надеюсь, что он заведется первый раз, чтобы мы не сидели небагали. сервачок мертв, интересно. Я не стартал. Давайте дебагать час воркшопа. очень странно. А почему она не совпала или совпала наоборот? Ничего не понял, что произошло. Может ему хедер нужен? Какой там хедер-то был? Вот так надо написать контент type text play, да? так обновили. Должно завестись. Не завелось. Попробуй в тупу... А, ты на тест учишься? Да, он должен что-то отвечать. На просто root. На root тоже ничего не отдает из текста. Я где-то ошибся вот здесь, где мы ищем совпадение. У меня есть такое предложение, а может нам просто убрать слыши в тесте? А я почему-то функцию возвращаю, может я должен просто значение возвращать, сейчас, секунду, вообще я задумался и гадость делал какую-то тупую. Да, я почему-то подумал, что было бы классно сейчас отдавать функции. Нет, мы просто значение отдаем. То есть мы отдаем хешмапу с ответом. Где статус 200, хедеры такие-то и body такой-то. В данном случае текст. Представьте ситуацию, что вы хотите расширяться, вы пишете там отдельную функцию, которая что-то делает прикольное и возвращает это в ответе. Он у нас по сути в трех местах вызывал создание короны и забрался именно через эту пабрику прям контроли с нужными сообщениями. А я сказал, что у нас есть и от событий, которые создаются. И до каждого события создаются. пускай у них будет рандомное число каждый раз возвращать. Сами подумайте, какой масштаб здесь можно наворотить, как это все расширить. И все данными, все матками, очень просто. Если вам не хватает какой-то период обработки, найдите раппер у ринга в документации про это или погуглите, спросите в конфе, где есть раппер такой, оберните. Ну вот это уже вот такого маленького сервачка достаточно для работы какого-то приложения, например. Если вам нужна веб-морда для вашей логики какой-то, вы просто завернули это сюда и вызываете. И нам не нужно скачивать роутер. Кстати, роутеры есть отличные, они выглядят как мы написали здесь. Сейчас я вам покажу свой роутер любимый, раз что вы здесь и вынуждены меня слушать. Как же они его назвали? У Samurai классный роутер. Мне очень нравится. Он там буквально полстранички занимает и выглядит просто шикарно. Как-то называется еще очень просто. Ребята, не молчите, пожалуйста. Я пытаюсь понять, как он может называться. Там прокси что-то было сверху. У него как-то название простое такое. Может глянуть в проекте, который они написали то, что на required. Там по-любому роутер есть. Сейчас пытаюсь понять. Я не могу понять, это их основной организейшн или приватный. может вот в ваш ttp кит глянуть. Ладно. Может есть роутер. Заканчиваем, потому что я сейчас буду копаться полчаса и просто время тратить. Я потом просто конфу скину или прикреплю в описании где-то. Либо когда найду ее. все, мы сегодня закрыли программу минимум. В этот раз мы наоборот очень быстро закончили, не за полтора часа. Все же посмотрели. Я хотел еще потестить, но мы это ручками сделали через браузер. Можно было здесь в орге вызывать. Если вам хочется работать с запросами в оргмоде, вы ставите себе пакет rest.client для emacs и можете в оргмоде дергать. Пишите там get post. Ссылочку здесь прекрасная поддержка JSON. Если вы пишете какой-то пост, вы добавляете здесь еще вот такую мапочку. И отступаете как вам нравится и пишите такой-то ключ, такое-то значение и работаете. Такой курву прокачивания достаточно. Это обязательно делать в оргмоде или можно в буфере какого-нибудь понажимать, потыкать? Понятия не имею, но я, насколько понял, rest.client это прорк, чтобы код вызывать здесь. Понял. Так, ну что, 40 минут есть секция вопросов или заканчиваем? Как-то быстро не успел переварить. А ничего, записи посмотришь. Ну я вроде я просто сказал все, что хотел. Мы еще потупили даже пять минут здесь на видосе. Ладно, пока.